Мы начинаем у нас сегодня пятница, как обычно мы будем говорить по пятнице, мы говорим о нашем здоровье, о здоровье вообще абсолютно каждого дорогого нам человека, конечно же не о том, как лечить, как что-то делать с медицинской точки зрения, сегодня мы будем говорить о сохранении, об укреплении иммунитета, потому что в рамках нашей компании есть продукт, который помогает этому. Это не лекарства, это прекрасные помощники, которые позволяют еще раз укрепить и сохранить наше здоровье. И на протяжении часа с вами буду я, Елена Левша, я проходила обучение в Игилесе, в Швеции у Сига Сена, также я обучалась у Ольги Григорян, обучалась самой компании, на сегодняшний день могу консультировать по вопросам именно сохранения здоровья. Я не являюсь медиком ни по образованию, по каким-то критериям таким, но я могу точно сказать, что на сегодняшний день я могу консультировать именно по питанию и, конечно же, давать какие-то рекомендации по сохранению, по укреплению здоровья. Потому что сегодня, вернее, сегодня как раз таки я буду с вами делиться, как сохранить здоровье наших деток. Я мама двоих замечательных детей, двоих мальчишек и могу сказать, у меня есть замечательный опыт в их воспитании и даже, наверное, не столько в воспитании, сколько в разнице даже с момента их зачатия, с момента их рождения. Потому что, когда родился старший сын, я еще не была знакома с продукцией Wellness, еще не была представлена данная линейка продуктов компании, через компанию, через нашу. И, конечно же, был один процесс развития событий на тот момент. И, конечно же, когда родился второй ребенок, когда я еще вынашивала его, я уже на тот момент была знакома с данной продукцией. По ходу информации, которую я буду давать, я поделюсь уже своей историей, потому что они абсолютно разные. Итак, сегодня мы говорим о детях, и я хочу, чтобы вы очень внимательно отнеслись к тем вещам, о которых мы будем говорить, потому что я буду говорить о очень серьезных вещах. На самом деле, может быть, кому-то покажется, что мы хотим кого-то напугать. Нет, ни в коем разе. Мы хотим просто предупредить о тех вещах, которые можно скорректировать еще сегодня, еще сейчас. Отметить некоторые моменты в процессе воспитания, в процессе питания ваших детей. Конечно же, очень серьезно еще раз вас прошу, отнеситесь к этой информации. Возьмите что-то на вооружение, и ведь каждый из нас понимает, что здоровье наших детей очень в большой степени, поначалу вообще 100% полностью зависит на первых годах жизни, в частности, только от нас, от родителей. Ну и, конечно же, в первую очередь от нас, от матерей. И будем начинать, как я говорила, я не являюсь медиком, и мы не будем заниматься лечением, мы будем заниматься как раз таким сохранением здоровья. То есть, смотрите, если говорить о лечении, то есть, что делают врачи? Они лечат наш организм, они лечат наши какие-то органы, да. Наш организм, он состоит из органов, органы состоят из ткани, ткани состоят из клеток. Вот мы будем говорить, так скажем, на клеточном уровне, то есть, мы будем говорить о том, как сохранить и как создать наши клетки полноценными, как их напитать, чем полноценным их напитать, для того, чтобы, в принципе, каждая клеточка нашего организма, она была здоровая, она была полноценно работающая, и что для этого нужно. Ну, в первую очередь, я хочу сказать, что та информация, которую я с вами буду где-то делиться, она будет как дополнение основного вебинара, который проходит по пятницам, то есть, общего вебинара, который касается именно данной категории продукции, и в целом, именно если говорить про здоровье. Поэтому, если какие-то моменты будете упускать, рекомендую просто любой вебинар, который есть в записи, посмотреть, или же включиться на следующей неделе, тоже посмотреть основную часть, именно касающуюся, конечно же, нашего организма в целом. Там больше говорится о взрослом, и, конечно же, общие моменты какие-то называются. К чему это все, да? Смотрите, наша клетка, для того, чтобы она была полноценно работающая, она была здоровой, для этого ей нужны микронутриенты, макронутриенты. То есть, микронутриенты – это у нас витамины, минералы, макронутриенты – это белки, жиры, углеводы и вода. Когда все это в полном мире и в правильном соотношении, то есть, в балансированном соотношении идет, то, конечно же, каждая клетка нашего органа, нашего организма, она работает правильно и она здорова. И если в целом, да, наш организм, вот, состоит из здоровых клеток, соответственно, у нас здоровый организм. Если наши клеточки, они недополучают каких-то микро- или макронутриентов, что происходит? Происходит, появляется какой-то очаг, именно где зарождается болезнь какая-то, и вирусные какие-то, может быть, восстановительные вирусные процессы начинают происходить. Все это сначала протекает, ну, в незначительном количестве, затем оно может перерасти в патологии, перерасти в какие-то хронические заболевания. Так вот, если говорить о заболеваниях у детей в Республике Беларусь, вот все данные, которые я с вами буду делиться, они официальные данные, данные, которые брались именно с официальных источников. Сейчас вот загружается слайд, да, топ-5 детских болезней в Республике Беларусь. Это болезни органов дыхания, смотрите, 66%, да, от всей категории болезней. Болезни глаз и предаточного аппарата, стабильное, да, второе место. Травмы, отравление, то есть те воздействия, которые идут из дни, болезни органов пищеварения, болезни кожи, подкозные клетчатки. Смотрите, я могу сказать, что в дальнейшем, когда мы будем рассматривать некоторые факты, вы поймете, что только третий пункт, по большому счету, мы на него не всегда можем повлиять. То есть что-то происходит случайно, что-то происходит вне зависимости от того, ну, так скажем, только недосмотрели. Все остальное, на все остальное может, ну, каждый из нас, как родители, мы можем повлиять. Мы можем это все предотвратить. И если рассматривать еще один фактор, очень-очень важный, на сегодняшний день, ну, вообще уже на протяжении последних 10 лет по статистике, идет очень серьезная проблема именно ожирения. И если ничего абсолютно не менять, то до 2025 года около половины белорусов будут иметь проблемы с весом. То есть если ничего коренным образом не изменится, то останется так, как есть сейчас. А что влияет на избыточный вес, что влияет на ожирение? Это, конечно же, в первую очередь это питание. Что входит в рацион питания детей, потому что к 2025 году, вот сейчас дети, которым 5, 10, 15 лет, это будут уже взрослые люди. И, соответственно, какие проблемы они будут иметь со здоровьем, все зависит от того, что мы сейчас заложим в их привычки, в привычки питания, в привычки, ну, вообще просто жизненные какие-то привычки. Все это вот выльется в тот результат, который они будут иметь сейчас, сейчас, пока они дети. Нужно формировать правильные и грамотные привычки именно в самом питании, чтобы избежать такого момента, да, такой болезни, как ожирение. Потому что это действительно болезнь. И причем зачастую она не наследственная, она преобъясненная. И, конечно же, как мы знаем, есть такая пирамида питания. Пирамида, которая вот она должна, какой она должна быть, вы ее уже не единожды видели, вы уже ее смотрели, видели где-то. Просто, может быть, мы все это видели, может быть, на наших вебинарах, вебинарах. И смотрите, что основа? Это крупы, злаки, мучные изделия, то есть, ну, мучные изделия, если брать, то мука не высшего сорта, да, а первого сорта желательно. 4 и 5 блюд ежедневно. Фрукты, овощи обязательно. Молоко, молочные продукты, мясо, рыба, птицы, яйца, бобовые, орехи, все это должно быть. И жиры, и сладости, видите, восклицательный знак. Употреблять время от времени. То есть, если все вот это прописано как ежедневные продукты, то все то, что вверху, самое высокое, да, то, что заканчивается пирамида наша, это время от времени. Это не каждый день. И опять же, если брать пирамиду питания, по ней очень классно отследить, что в рационе питания входит, ну, и, конечно же, детей, мы сегодня говорим про них. Что входит, что каждый день, а что время от времени. Проанализируйте. И если брать, опять же, статистику, смотрите, что с пирамидой происходит на сегодняшний день. Вот это вот фактическая пирамида, которая наблюдается практически у всего населения. Вот такой вот пищевой дисбаланс существует на сегодняшний день. Видите, это даже не пирамида, это просто какое-то хаотичное скопление частей пирамиды. То есть она неправильная, и, соответственно, как результат питания несбалансированное, питание неправильное. И это если посмотреть, вот, знаете, как на картинках объединить. И если говорить о микронутриентах, да, на сегодняшний день 60-90% населения, и в том числе, конечно же, и дети, и подростки, они испытывают дефицит в витаминах, они испытывают дефицит в минералах. То есть на сегодняшний день очень серьезный недостаток витаминов и минералов в нашем рационе питания. Смотрите, здесь идет вот разбежка, да, по некоторым витаминам, которых не хватает и с процентом соотношениями. У витамина С не хватает, да, дефицит у 70-100% населения. Витамины группы В, ну, я могу даже не читать, вы каждый читаете, вы каждый видите. Это официальные данные российские, но я думаю, что вы понимаете, что в Беларуси это имеет, ну, точно такое же отношение. Потому что я брала где-то Россию, где-то Беларусь, ну, большая частью Беларуси у меня данные в слайдах. Смотрите, практически многие витамины и минералы до 100% населения испытывают дефицит в минералах. И если говорить вообще о следствии, да, вот того, что не хватает витаминов, не хватает минералов, это действительно одна из основных причин, ну, наверное, такого нестабильного здоровья наших детей. То есть одна из основных причин того, что существуют болезни, существуют достижения какие-то болезни, болезни, которые переходят в хроническую форму. Вот один из пунктов вот этого всего происходящего – это недостаток витаминов и минералов. Почему же это происходит? Давайте тоже разберемся. Смотрите, за последние 40 лет потребность человека в энергии, она уменьшилась, да, она снизилась. Почему это происходит? Ну, я думаю, что вы понимаете, если взять еще 40 лет назад, не было лифтов, не было такого количества машин, больше нужно было физически трудиться, больше ходили, больше, было больше физическая нагрузка абсолютно у каждого человека. Если брать сегодня, где-то передвигаемся на транспорте, на машине, нужно подняться куда-то, лифт, конечно же, есть. Даже самое элементарное – по квартире переключаем каналы, да, помним, если, вот кто-то помнит, кто-то маленький был, в детстве, когда не было пульта, бегали с телевизора к дивану, переключали каналы, сейчас переключаем с помощью пульта. То есть сейчас везде абсолютно все, техногенный процесс не стоит на месте, и, соответственно, все вот, вот качество жизни вроде бы улучшается, да, все становится более доступно, сейчас меньше мы двигаемся, потому что если даже нужно какую-то информацию узнать, у нас есть для этого интернет, то есть у нас минимум сейчас затрат вот этих вот, когда энергия должна уходить, да, расходоваться нашим организмом, то есть физических каких-то нагрузок гораздо-гораздо меньше стало. И, соответственно, наш организм, он должен получать меньшую калорийность продуктов. Достаточно должно быть калорий, но их должно быть меньше по сравнению с тем количеством, которое нужно было еще несколько десятилетий назад. И обратите внимание, что потребность витамина, она не изменилась. А ведь витамины, ну, все же микроинкриенты, откуда мы их берем? Откуда мы их можем взять? Ведь это же еда, это все то, что берется из еды. Соответственно, что получается? Мы, вроде бы, должны меньше кушать, но витамины должны получать то же количество, которое и получали раньше. То есть вот эту вот дозировку витаминов никто не уменьшает для человека. Но обратите внимание еще на один очень важный фактор питания на сегодняшний день. Вы просто проанализируйте, что было в рационе питания еще несколько десятилетий назад, да, кто вот может это проанализировать. Проанализируйте. И какой рацион питания на сегодняшний день? Сколько раньше мы потребляли более правильного питания, более, ну, может быть, где-то оно не совсем правильно было сбалансировано, но, во всяком случае, оно было более натурально. Меньше было химических каких-то добавок, да, меньше было каких-то красителей, меньше было жиров, трансжиров, меньше было химии, короче, да, меньше было того, что сейчас на сегодняшний день вредит нашему организму. То есть, смотрите, даже если в количестве поглощаемой пищи, то есть вот количество сохранится в весовой категории, сохранится то же самое, то есть грамма, килограмма сохранится то же самое, то если мы проанализируем, каково качество питания стало на сегодняшний день, и сколько витаминов есть в сегодняшнем питании, ну, я беру статистическое население, да, я понимаю, что сегодня очень многие, кто на нашем вебинаре, конечно же, каждый из нас уже где-то что-то подкорректировал, и мы многие пункты уже знаем, что и как нужно в питании делать по-другому и кушать по-другому что-то. Но если для этого в целом людей, то, конечно же, на сегодняшний день существует вот эта вот проблема дефицита минералов в ежедневном рационе питания, конечно же, и, конечно же, не только в ростах, но и детей. И, конечно, за последние годы, тоже за последние десятилетия существенно снизилось содержание витаминов и минералов в сельскохозяйственной продукции. То есть овощи, фрукты, все то, что мы видим в магазинах, все то, что даже если не в магазинах мы покупаем, если мы это берем с наших каких-то приусадебных участков, что происходит? Мы понимаем, что почвы откуднены зачастую, даже если говорить, какой урожай был раньше и какой сейчас, для того, чтобы урожай сохранился в достаточном количестве, которое нам нужно, нужно подкармливать. И подкармливать, опять же, удобрениями не обязательно органическими. Зачастую удобрения используют тоже химические удобрения, чтобы сохранить именно урожай на приусадебных участках. Поэтому, что мы получаем? Смотрите, вот если брать просто на рисунке, да, в виде диаграммы, смотрите, что мы получили. Потребность в витаминов, она сохранилась, а потребность в энергии, она сократилась, вот то, о чем я говорила, да, но только сейчас на картинке это есть, если посмотреть. И если говорить про детей, на сегодняшний день, что кушают дети, что они предпочитают, я прошу прощения, буквально на 30 секунд. Про детей рассказываю и не договорилась с младшим ребенком, что я, что мама на час уйдет проводить обучение. Были слезы, пришлось отлучиться. Итак, о чем мы остановились? Если говорить о ежедневном питании наших детей, о каких-то пристрастиях, если говорить о их любви к каким-то определенным продуктам, да, и нелюбви к другим. Ну, первое, что в основном на сегодняшний день, какую картину мы наблюдаем? Конечно же, это вот девочка, довольная девочка, сидящая, пиде такой огромной тарелкой, вернее, тарелкой с огромным фастфудом. Конечно же, если в целом брать, то огромное количество детей действительно предпочитает на сегодняшний день какие-то гамбургеры, картофель фри, что-то зажаренное, что-то сладкое, какие-то шоколадки, какие-то там конфеты. Нежели, если мы говорим о таких продуктах, как салаты, да, состоящие из большего количества именно из зелени, если мы говорим об отварном мясе, а не там зажаренной корочки. То есть, приоритетность, конечно же, идет в сторону, ну, условно говоря, таких вкусняшек, да, то есть, каких-то вкусняшек, которым привыкли дети. Абсолютно нормально наблюдать картину, когда идет семья и ребенок, которому там года три, уже уплетает за обе щеки чипсы. Конечно же, чупа-чупсы, находящиеся в руке абсолютно, ну, вот через одного просто ребенка, это тоже, ну, как бы, знаете, как, нормально, казалось бы. Но если говорить с точки зрения здоровья, то ни чипсы, ни какие-то чупа-чупсы, ни конфеты, ну, вот все то, что, казалось бы, вкусно для детей, на самом деле не несет, ну, не несет ничего полезного организму ребенка. Кроме того, что не несет ничего полезного, плюс ко всему, конечно же, разрушает детский организм, плюс ко всему закладывает неправильные привычки к питанию, плюс ко всему закладывает то, что через 10 лет, через 15 лет гарантированы проблемы с желудочно-кишечным трактом, гарантированы проблемы со зрением, гарантированы проблемы с сердечно-сосудистой деятельностью. Вот это вот все закладывается в детском возрасте. Поэтому, какие предпочтения у ребенка, конечно же, в первую очередь, зависит от того, что мы им привили к привычку, да, что они видели, что кушали их родители, потому что ведь, как, ну, вот, как говорят, приучить ребенка к чему-то невозможно приучить. Это, знаете, как, это не кошка и не собачка, которых к чему-то приучают. Ребенку можно показать пример. Ребенку, только показывая пример, он всегда копирует нас, с родителей, со взрослыми, всегда во всем, в поведении и, конечно же, в питании. Если вы едите жареную картошку, а при этом заставляете ребенка съесть салаты свежей зелени, естественно, он не будет этого хотеть, потому что он будет понимать, а почему мама с папой едят что-то другое, а я должен вот это вот есть. И ему будет казаться, что вот это вот вкуснее у мамы с папой, вкуснее, нежели у меня. Поэтому, как мы можем приучить, как мы можем, ну, убедить ребенка в том, что это вкусно, тогда сами будем в первую очередь кушать то, что мы хотим вот привести в рацион питания именно ребенка. Ну, конечно же, тогда не будет вот таких вот недовольных выражений лица перед тарелкой с салатом или перед тарелкой, ну, действительно, с той пищей, в которой сохранились вот эти вот минералы, сохранились витамины в наибольшем количестве. И, конечно же, выбор всегда будет в пользу не пасхудов, а в пользу правильного питания. Поэтому, конечно же, в первую очередь смотрим на свой соль, на свой рацион питания. Также, если посмотреть, я говорила, что за эти несколько десятилетий у нас сохранилась потребность в витаминах, она осталась прежней, в калориях у нас уменьшилась потребность нашим организмам. Но, смотрите, сколько нужно съесть, чтобы получить суточную норму витаминов. Как я говорила, суточная норма в витаминах, она не изменилась. И если брать сегодня, чтобы получить, с учетом уже, опять же, техногенных вот этих процессов, которые влияют на наличие витаминов и минералов в продуктах питания, которые мы получаем на свой стол, смотрите, какое огромное количество продуктов мы должны съедать, это не мы, это детские, это детский рацион питания просчитан, то, что нужно детям, то, что они должны получать каждый день. Вот каждый день. Они могут съедать такое количество витаминов? Это невозможно. Вы посмотрите, здесь в килограммах измеряется все. Без организма, но точно не может получить вот суточную норму с пищей. Не получит, никак не сможет получить. И если говорить вот просто даже по витамину С, здесь приведен пример, откуда, в каких продуктах вот можно получать вот эту вот необходимую суточную норму по витамину С. Смотрите, какая разница. Здесь у меня немножко закрывает, да, слайд закрывается, но по картофелю. Смотрите, если брать отварной картофель 700 грамм съесть, чтобы получить вот эти 70 миллиграмм витамина С, или же может выбрать перец красный, да, и съесть его всего лишь 25-30 грамм. То есть смотрите, какая разбежка по различным продуктам, и, соответственно, наш с вами выбор, откуда мы будем выбирать этот витамин С и включать в свой рацион питания. И, конечно же, как следствие, если нехватка витаминов у детей, что происходит? Конечно же, нарушается армин веществ, конечно же, тормозится развитие и рост, конечно же, снижается умственная и физическая работоспособность, улучшается иммунитет и снижается сопротивление различным заболеваниям. Конечно же, способствует хроническому развитию болезни, развитию хронической болезни. И, смотрите, зачастую, когда мы просто общаемся, вот мамы общаются, да, родители общаются, и мы говорим, боже мой, почему же вот ребенок так устает? Он приходит домой, вне зависимости от количества там уроков, все, он выжжет как лимон, ему нужно отдохнуть, ему нужно поспать, он очень-очень устает. И при этом бывает такое, что ребенок, есть дети, которые ходят в школу, ходят еще заниматься куда-то, еще у них остается энергия на то, чтобы поиграть, еще у них остается время на то, чтобы заняться каким-то саморазвитием. И у родителей не возникает вопросом, что ребенок, вот все, он хронически, у него хроническая какая-то усталость. В зависимости от того, получает в нужном количестве ребенок вот эти вот микроэнкриенты или нехватка их происходит. Если говорить о таких же опять вопросах, кто-то на уроках запоминает все очень легко, очень быстро. Опять же, абсолютно любой и каждый ребенок может похвастаться хорошей памятью, может похвастаться усидчивостью, то есть, ну, когда концентрация очень хорошая у ребенка. Это может быть абсолютно у каждого ребенка. Это не зависит там от каких, ну, от каких-то там, я не знаю, врожденных факторов. Да, есть темперамент именно и характер человека, конечно же, но в большей степени, конечно же, зависит, вот самый-самый важный пункт, от которого все это зависит, это наше питание. Насколько оно полноценно, насколько оно сбалансировано, насколько оно то, которое нужно, да, насколько оно содержит в нужном количестве витамины и минералы. И не только витамины, минералы, сейчас мы еще поговорим. И смотрите, как итог, я хочу подвести, что нету наследственных заболеваний. Есть наследственное пренебрежение законами природы, наследственное нежелание заниматься здоровьем. И наследственная безответственность по отношению к своим будущим детям. Если вы родители, конечно же, прививайте правильные привычки. Если вы будущие родители, позаботьтесь о том, чтобы у вас родились здоровые дети. Потому что то, каким рождается ребенок, на 99,9% зависит от матери и от отца. Что вы заложили, какой вы дали материал, какой биологический материал вы дали этому ребенку. Насколько ваши клетки, самые первые клетки были здоровыми. Все клетки, которые соединяются, да, есть и клетка из форматозоидов. Насколько они были здоровыми. Насколько здоров ваш организм, как будущих родителей на сегодняшний день. Вот это вот ваши будущие действия. Ваш собственный организм. Это ваши будущие действия. И если на сегодняшний день ваш рацион питания не в полной мере наполнен правильным белком. Не в полной мере ваш организм получает опять же те же витамины, минералы. Не в балансированном соотношении получают макроинкриенты, какие-то белки, жиры и углеводы. Как же можно говорить о здоровых, рожденных здоровых детях? Мы с вами, как будущие родители, да, как родители будущих своих детей, в полной мере отвечаем за их здоровье. Поэтому подзаботьтесь заранее, чтобы у вас родились здоровые дети. И, конечно же, прививайте еще раз, да, еще раз прививайте правильные привычки к питанию. Закладывайте изначально грамотное отношение к своему здоровью. И, смотрите, на сегодняшний день, вот то, что говорит Ирина Саванович, это главный внештатный детский гастроэнтеролог в Республике Беларусь, она говорит, что зачастую проблема именно всей болезни, глобальная проблема в Республике Беларусь, в том числе, это проблема элементарно-зависимых заболеваний. Что такое элементарно-зависимые заболевания? Это заболевания, которые как раз-таки и выходят из неправильного питания. Что туда можно отнести? Сюда можно отнести продукты сердечных, вернее, болезни сердечных, которые зависят от того, опять же, какое наше питание, да, в большей мере. Сюда относятся такие проблемы и такие болезни, как кариес. Опять же, от чего тоже зависит появление такого заболевания. Сюда, конечно же, относятся тоже и проблемы с здоровьем, которые связаны, опять же, с ожирением, с избыточным весом. То есть, если в нашем питании нехватка микронутриентов и несбалансированное именно соотношение макронутриентов, появляется проблема вот этих вот элементарно-зависимых заболеваний. На эти заболевания влияем только мы с вами. Все. Только мы с вами можем повлиять, будут они у нас или не будут. И, конечно же, будут ли они у детей или не будут. И, опять же, если говорить на государственном вот уровне, да, когда это была статья, где отвечала на вопрос Ирина Саванович, она говорила, что в школе и детских садах по большому счету проблема с балансированностью питания, она решена. Но школа и детский сад не исправят культуру питания ребенка. Детям просто надо учить, научить есть овощи и фрукты. И, опять же, возвращаемся к тому, что это зависит от нас с вами, от нас, родителей, конечно же, зависит. И если говорить про компанию, если говорить про такой продукт, как выглаз-категория, компания Reflame, я думаю, что вы уже все знаете, что это не коммерческий продукт компании. Это продукция, которая была создана для шведов в рамках оздоровления, программы оздоровления нации в Швеции. И, конечно же, на сегодняшний день у нас с вами есть уникальнейшая просто возможность воспользоваться этой продукцией. Воспользоваться, в частности, для наших детей. И что представлено в этой линейке продуктов? Это омега-3 и мультивитамины и минералы. И если говорить про данную категорию продуктов, конечно же, она создавалась очень известными учеными Швеции. И один из них это Торн Линдберг. Это самый известный федиатор в Швеции. Один из самых, так скажем, сильнейших, мудрейших, сильнейших федиаторов Европы. Торн Линдберг всю свою деятельность, вся его деятельность была связана именно с детьми, именно с педиатрией. Он автор огромного, просто бесчисленного количества книг, учебников по педиатрии. Плюс ко всему, когда-то он создал свой собственный портал, где шла речь именно о правильном питании детей. О сохранении здоровья детского. И на сегодняшний день вот этот вот его собственный личный просто интернет-портал, он является уже государственным порталом. То есть ему было присвоено, ну знаете как, он является на государственном уровне представлен, и он относится к Министерству здравоохранения Швеции. Потому что там собрана настолько сильнейшая информация по сохранению здоровья для детей, что это является уже как, знаете как, наверное, электронной интернет-энциклопедии именно здоровья детского. И Тор Людберг как раз таки разрабатывал, он участвовал в разработке наших мультивитаминов и минералов. И, конечно же, на сегодняшний день это одни из самых лучших витаминов и минералов, которые представлены на наших рынках. Но об этом чуть-чуть позже. Сейчас я хотела бы очень быстренько пробежаться просто по составу. Что же входит в состав, какие витамины входят в состав вот этого комплекса, витаминно-минерального комплекса. И каждый из витаминов, за что, каждый из витаминов, вернее, за что отвечает. Смотрите, витамин А отвечает за улучшение зрения, повышает сопротивляемость болезням дыхательных путей. Витамин С за иммунитет отвечает. Витамины группы В отвечают за рост и правильное развитие нервной системы. За познавательные способности каждого маленького человечка. Конечно же, Д отвечает за здоровье костей, зубов и кожи. От витамина Е во многом зависит физическое здоровье и активность ребенка. Особое внимание хочу уделить витамину К. Вот этот витамин встречается крайне-крайне редко. И, насколько я знаю, в витаминах, которые представлены на территории Республики Беларусь, его больше нету нигде. В других детских витаминов он не представлен. И вот этот витамин отвечает за управление процессом роста костей. То есть не просто за костную систему, а за сам процесс роста этих костей. И плюс ко всему отвечает за свертывание крови. Смотрите, если ваши дети достаточно часто ударяются, и у них постоянно вот даже от какого-то небольшого там прикосновения, небольшого нажатия у них на ручках, на ножках появляется синяки, то, ну, как возможно, одна из причин – это нехватка витамина К. Если слабая свертываемость крови, опять же, нехватка витамина К. Если берем девочек, девушек, да, вот еще в таком подростковом периоде, и у них отдельное кровотечение во время вечера, это опять же нехватка витамина К. То есть это витамин, который отвечает за многие факторы, за которые, так скажем, не может отвечать никакой другой витамин. Ну, у каждого витамина свое направление. Если говорить о минералах, которые входят тоже в состав этого комплекса, кальций, отвечает за активный рост, йод, обеспечивает физическое и физическое развитие, регулирует центрально-нервную систему. Цинк необходим для нормального роста и развития, он отвечает за чувство вкуса и обоняния, а также помогает усваивать витамин А, да, который входит тоже в состав. Магний – жизненно важный минерал. Он есть во всех клетках организма и в крови, но больше всего магния в костях и зубах. Железо необходимо для содержащегося в крови гемоглобина, который переносит кислород по всем клеткам тела. Силен – мощный антиоксидант. Хром занимает центральное место в метаболизме сахара. И вот опять же молибден. Вот молибден тоже достаточно редко встречается в витаминных комплексах, и он регулирует обменные процессы и процессы роста, заставляет работать полезную микрохлору именно желудка и поддерживает в норме состояние зубной ткани. То есть когда расщепляется, да, уже начинает происходить расщепление пищи у нас именно во рту, именно молибден позволяет сохранить вот эту вот зубную ткань, чтобы она в наименьшей степени разрушалась. И смотрите, конечно же, ну про каждое, если говорить еще про витамины и минералы, у них очень много функций, которые они выполняют, и ничего не нужны, но здесь вот самое-самое основное перечислено. И как я говорила, покажу сравнительную табличку по другим витаминам и другим минералам, которые представлены, то есть по другим витаминно-минеральным комплексам, которые представлены на нашем рынке. Вот здесь вы видите, наверное, самые часто встречаемые, это витаминные комплексы, которые наиболее, ну так скажем, продаваемые, и сравнение именно с нашим комплексом. Посмотрите, по количеству витаминов, по количеству минералов у нас наибольшее присутствие именно в самом комплексе. Большего наличия витаминов и минералов нет ни в одном комплексе, представленном на нашем рынке. Если говорить о наполнителях, да, крахмал, желатин, для чего они нужны? Ну, крахмал зачастую он нужен для склеивания, чтобы вот таблеточку склеить в полной мере, чтобы она была такая, ну, более однородная, присутствует крахмал. Ну, желатин, как правило, это есть желеобразные какие-то там какие-нибудь фигурки в виде мишек, в виде рыбок там непосредственно, каких-то там животных, такие желейные больше. Они, кстати, вот те витаминные комплексы, которые представлены в желеобразном виде, которые, казалось бы, ну, деткам очень приятно жевать, как будто вот они такую конфетку жуют, а на самом деле вы просто почитайте, очень внимательно почитайте, сколько сопутствующих, именно ненужных нашему организму компонентов входят в состав этих витаминных комплексов. И когда говорят, что витамины нужно сить курсами, в каком случае это говорят? Когда сырье искусственное, не натуральное, а когда сырье самоискусственное, для создания витаминов используется искусственное сырье. Вот в этом случае нельзя пить на постоянной основе. Когда же сырье используется натуральное, в таком случае такие комплексы мы, конечно же, пьем просто постоянно. И вот у нас, в частности, да, вы видите, у нас минимум каких-то добавок, то есть добавки, которые есть, это вот подкласситель, это ксилит, это официально разрешенный подкласситель Сумерной организации здравоохранения. Кроситель у нас отсутствует и ароматизатор. У нас не идентичный натуральному ароматизатору, опять же, не искусственный какой-то ароматизатор, у нас натуральный у нас экстракт и клещинового масла. И если вы возьмете витаминку и просто ее разживете, ну, во-первых, она по вкусу, знаете, как она немножко неуобразная, как бы будет немного, да, потому что, опять же, нет вот этого крахмала, то есть нету желатина, ничего, и плюс ко всему очень вкусный, очень приятный вот этот такой вкусовой оттенок апельсина, да, цитрусового апельсина, очень вкусный на самом деле. Сама пробовала, сама жевала. Ну, и, конечно же, GMP, об этом стандарте мы зачастую говорим на наших основных вебинарах, поэтому не буду останавливаться здесь, просто скажу, да, он есть абсолютно на теле нити вебинах. И посмотрите, если говорить о суточной дозировке, о суточной норме, которая представлена в наших витаминах, здесь нету суточной нормы в разрезе, вот чтобы она была приближена даже к, там, 70%, 80%, 100%, нету. Почему? Потому что если ваш ребенок, он принимает витамины, это не значит, что ему можно не кушать на сегодняшний день. И дозировка, она создана таким образом, чтобы было понятно, что остальную нужную суточную норму ребенок должен получить с пищей. Вот все остальное, чего не хватает, то есть, смотрите, по некоторым продуктам 50% нормы есть витамина, но это значит, что вторую, вторые 50% ребенок должен получить с пищей. И опять же, здесь нужно проследить, чтобы рацион питания был составлен таким образом, чтобы большая часть витаминов была в составе этой пищи, которую он будет кушать, да, той еды, которую он будет кушать. И за это уже отвечаем мы с вами. Опять же, если говорить о картинках, это не значит, что ребенку можно дать чипсов, всех же там чупачоксов, да, но буду это я вот так называть, и плюс дать сверху витаминку, и маме уже быть спокойной, что все нормально, ребенок уже получил нужную норму, нужную норму витаминов и минералов на день. Нет. Витамины и минералы вот в этом комплексе, они восполняют то, что ребенок, ну, точно не получит. Вы помните, да, сколько нужно съесть в день ребенку для того, чтобы получить суточную норму вот этих витаминов и минералов. Поэтому частично мы берем комплексы, а все остальное мы восполняем именно с едой. Не с дозировкой, не с чем-нибудь жареным, да, а с правильным, с правильным сбалансированным питанием для ребенка. И хочу привести еще одни данные. Это официальное тоже подтверждение того, что витаминные комплексы нужно принимать постоянно. Вот этот вот источник, дозунал педиатрическая фармакология, там огромная-огромная статья по тоже витаминно-минеральным комплексам для наших детей. Очень интересная на самом деле, поэтому если кому-то интересно, можете найти, вот так и забить, да, журнал «Педиатрическая фармакология», вот в томе 12, номер 5, за прошлый год. Там в конце также приводился вот вывод экспертного совета, который был проведен 22 апреля. Смотрите, авторы данной сети, да, вот использовали вот эти вот выводы, и что было, ну, к чему они пришли? Что витамины нужно пить постоянно. Я не буду уже читать, зачитывать вам эти выводы, вы, я думаю, пробежались уже сами глазами, но смысл какой, что витаминно-минеральный комплекс нужно пить постоянно, без перерывов. И это, как следствие, при длительном приеме, при постоянном приеме, это приведет к снижению заболеваемости, сокращению продолжительности болезней, повышению физической и умственной работоспособности у детей и взрослых на постоянной основе. Об этом говорят врачи. Мы пьем на постоянной основе витаминно-минеральные комплексы, которые созданы на основе натурального сырья. Только натуральные витамины-минеральные комплексы можно пить постоянно. Наши витамины-минеральные комплексы натуральные, поэтому их можно пить и, в частности, мы пьем постоянно. Мои дети пьют постоянно, я сама пью тоже постоянно. И, смотрите, омега-3 тоже очень важна, важна для взрослых, важна для детей, важна вообще абсолютно для любого возраста. Если говорить вообще о человеке, важна с момента его зачатия. С того момента, как мама понимает, что она ждет ребенка, особое внимание уделите приему омега-3. И, в частности, для чего нужна омега-3? Омега-3 влияет на скорость работы мозга. Есть такое понятие, как нейронные связи. То есть наша концентрация, наша память, насколько мы усваиваем какую-то информацию, насколько мы ее запоминаем, насколько наша память развита, насколько длительно мы помним что-то, насколько у нас хорошая концентрация, в частности, у детей, если говорить о детях. Вот за это все отвечает нейронная связь. Если, ну, как скажем, нейронная связь очень быстро, вот эти вот импульсы пробегают очень быстро, а скорость при нормальной работоспособности, да, это 400 км в час. Это в том случае, если в вашем организме достаточно омега-3. Ну, в частности, в организме детей. Если недостаточно, эта скорость 4 км в час. 400 км в час и 4 км в час. Именно от этого зависит, от того, вернее, от того, есть в вашем рационе питания ребенка омега-3 или нету, зависит, насколько он будет усваивать информацию, насколько он будет запоминать, насколько он будет концентрирован на чем-то. Насколько у него будет желание действительно учиться и, конечно же, и, конечно же, смотрите, омега-3 отвечает за это. И если ребенок до этого не получал омега-3, и вы решили, ну вот, хорошо, я с сегодняшнего дня начну давать моему ребенку омега-3, и завтра я уже буду ожидать какой-то результат. Нет, 2 месяца нужно, минимум 2 месяца нужно на восполнение вот этого вот нехватка омега-3, нехватки омега-3. Поэтому, если вы решили подавать своему ребенку омега-3 в течение недели, в течение двух, и даже в течение месяца, и вы не увидели результат, это нормально. Если до этого ребенок не принимал омега-3, подождите пару месяцев, и вы потом заметите какие-то результаты. Второй пункт. На сегодняшний день повсеместно. У всех есть гаджеты, у всех есть компьютеры, у всех есть планшеты, телефоны. И, конечно же, дети на сегодняшний день, они во всем этом разбираются гораздо круче взрослых, вне зависимости, наверное, от того, сколько лет ребенку. я, как правило, младшему сыну, ну, мы не даем гаджеты, да, то есть он, ну, как-то у него нет желания, но я могу сказать, несмотря на все это, если он берет, то если ему впадает в руку планшет, он уже четко знает, где, что нужно нажать. Хотя, ну, у нас вот, ну, как-то, и у него особого нет желания, особого нет желания брать планшет, ну, и мы следим за этим. Так вот, смотрите, если достаточно долго посидеть ребенку за компьютером или же с планшетом, то синий цвет, а экраны – это синий цвет, как правило, да, то есть все эти мониторы – это перенасыщение именно синим цветом, это разрушает колбочки в глазу и, соответственно, нарушает зрительное восприятие, световое зрительное восприятие мира. Я могу сказать, если, вот я сама по себе тоже сужу, если я очень долго сижу за компьютером, но очень долго и без перерыва, и я стою, и, ну, действительно, вот, ну, глаза в там и мошки какие-то летают, и по восприятию тоже где-то что-то нарушается, то есть это можно отметить. У детей это гораздо серьезнее воспринимается все. Поэтому, да, то, чтобы не разрушались вот эти колбочки, опять же, отвечает омега-3. Чтобы зрение было, ну, так скажем, оно быстрее все это восстанавливалось, не было никаких нарушений. За красоту взрослых зубов, опять же, отвечает омега-3. Если в организме омега-3 у ребенка недостаточно, на момент, когда меняются молочные зубы на постоянные, ну, не задавайте вопрос, что там через несколько лет, через пару десятилетий наступает очень серьезная проблема с зубами. Если на тот момент была нехватка омега-3, это заложилось на будущее. Дальше. По аллергическому фону, я думаю, что каждый из вас уже слышал массу историй по поводу того, что снижаются какие-то, или полностью пропадают аллергии, или же аллергическая реакция, она уменьшается, она снижается. Действительно, за это отвечает тоже омега-3, то есть за наличие, за присутствие аллергии, или же за ее отсутствие. И, конечно же, очень важный пункт – это кислородное голодание. На наших легких есть такие альвеолы, которые отвечают за то, чтобы наш организм, вот когда мы вдыхаем воздух, чтобы в наш организм поступало достаточное количество кислорода, то есть вот чтобы из воздуха забирался кислород в нужном количестве, за это отвечают альвеолы. Альвеолы, вот там пленочки такие специальные, они должны состоять из омега-3. Если омега-3 в организме недостаточно, то, вдыхая воздух, мы не будем в полной мере забирать кислород. И, соответственно, в недостаточном количестве будет поступать кислород в организм, в частности у детей. Если недостаточность кислорода, это очень сильно сказывается, опять же, на мозговой деятельности, это очень сильно сказывается на утомляемости ребенка, это очень сильно сказывается на том, что появляются хронические заболевания, потому что недостаточный кислород в наших клетках. Опять же, это все влияет на клеточном уровне. И, конечно же, омега-3 – это профилактика рака молочной железы на будущее у девочек. Вот за это все отвечает омега-3. Соответственно, ответ на вопрос, зачем нужна омега-3? И, опять же, возвращаясь к периоду вынашивания детей, периоду грудного вскармливания, по рекомендации Всемирной организации здравоохранения в третьем, ну, на, в последнем триметре, в третьем триметре нужно на 25% увеличивать потребление омега-3. Смотрите, что значит увеличивать? Это не значит, что нужно начать пить только на последнем триметре беременности омега-3, а нужно увеличить. Почему? Потому что именно в этом триметре происходит ускоренное развитие мозга ребенка, происходит уже устаканивание такой центральной нервной системы ребенка, и если омега-3 недостаточно, то возможны различного плана проблемы с ребенком. Я могу сказать, когда у меня родился старший сын, он родился в 8-месячном, то есть было 8 месяцев беременности, было очень много сопутствующих каких-то вопросов, и я могу со 100% уверенностью, у меня также отмечено в карте в моей несоблюдение рационов питания, несоблюдение именно питания. И вот это как одна из причин записано в наличии заболеваний на момент рождения моего ребенка. Все это я уже анализировала спустя несколько лет, спустя, наверное, лет 6-7. Я поднимала карточку, я смотрела, я читала, я очень внимательно изучала, что произошло тогда. И, конечно же, одна из причин действительно, я проанализировала, каково было мое питание, но было ужасно, я не буду перечислять, что я делала на тот момент. Мне казалось, ну, я же беременна, знаете, как это? Ну, я же беременна, я могу и то, и то, мне же хочется, мне же всего хочется. И я не отдавала себе абсолютно никакого отчета в том, что что входит в мой рацион питания. И, конечно же, это сыграло очень хорошую роль в том, что когда родился ребенок, мы месяц, даже чуть-чуть больше, мы провели еще в больницах и шло восстановление ребенка. И, соответственно, когда я узнала, ну, вернее, к тому времени, когда я уже поняла, что я беременна вторым ребенком, конечно же, я уже принимала наши ВЛАС-пэки, и, конечно же, я уже по-другому относилась к своему рациону питания. И я могу сказать, какая была просто разница в двух беременностях. Первая беременность, я 4 или 5 раз лежала у нас в хранении с несколько раз как-то с преждевременными родами, да, то есть вопрос по преждевременным родам был, с отечностью. У меня было лишних 26 килограмм, я набрала за первую беременность. Вторая беременность, у меня всю беременность отбегала, у меня вся беременность проходила легко, и единственное, на последних буквально неделях меня просто, мне врач поставила ультиматум, или ты ложишься в больницу, или в любом случае ложишься в больницу, потому что я тебя ложу, невозможно на своих сроках так бегать, просто вести такой образ жизни, как ты видишь, потому что я была очень активна. И мне абсолютно, знаете, как-то не мешала моя беременность, мне было все равно легко, было комфортно. Я набрала всего лишь 11 килограмм, и то я могу сказать, я лишних 4 килограмма набрала за неделю, что я лежала в роддоме. Представляете, вот я 7 килограмм набрала за всю беременность, и 4 килограмма от того, что я лежала, ну там я уже просто лежала. И я, конечно, это очень смело, и врач моя потом тоже смеялась. Если говорить о приеме омега-3, с того момента, когда я ни на последнем, ни на третьем три месяца я начала пить дополнительно омегу, я всю свою беременность пила больше омега-3, нежели пила постоянно до этого. Соответственно, ребенок родился срок, ребенок родился очень крепкий, очень сильный. Наше первое посещение врача по заболеванию после его рождения было после двух лет. До этого у нас было только плановое посещение врачей. То есть, первая температура, связанная с простудным заболеванием появилась только после двух лет. Омегу-3 он получал вместе с грудным молоком. Омегу-3 я ему начала выдавливать с капсул, как только он перешел на самостоятельное питание. И всю свою жизнь он пьет омега-3. Конечно же, я могу отметить однозначно, ему сегодня еще нету трех лет, только 29 октября ему будет три года. Я, может быть, это связано с генетическим как-то что-то. Но он считает до 20, он знает половину алфавита, и он разговаривает очень, ну, он разговаривает с ложными предложениями. Ребенку нету еще трех. И, конечно же, во многом я могу отдать должное как раз-таки именно омега-3. Потому что омега отвечает за именно развитие центральной нервной системы, омега отвечает за вот эти нейронные связи, омега отвечает за память, потому что он уже учится, песни поет во вскоре. То есть вот это вот разница в развитии детей. Я могу сказать, три года я смотрю записи своего старшего сына, он еще вообще совсем слабо-слабо-слабо говорит. Вот это разница в моих детей. И, конечно, сейчас он подтянулся, сейчас тоже на постоянной основе и омега-3, и витамины. Вот это все сейчас есть в нашем рацион питания. И я хочу просто абсолютно каждому, каждому папе сказать, что действительно заботитесь о здоровье ваших детей. И если вы в ожидании ребенка, если вы готовитесь к тому, чтобы стать родителями, позаботьтесь об этом заранее. И вот еще один пункт, будущая мама, позаботитесь также и о своем здоровье, потому что ребенок действительно забирает очень много у мам. И проблема или же наоборот отсутствие проблем с выпадением волос, с вопросом именно по зубам, может быть какие-то нервные расстройства и переживания после родов, да, как говорят, после родовая депрессия, это тоже отвечает омега-3. Гораздо будете спокойны, а если еще добавляете эффекты, вообще все очень круто и прекрасно, потому что вы очень спокойны будете и будет хватать времени абсолютно на все. Ну и буквально еще пару слайдов, то что касается ценовой категории данных продуктов, смотрите, на сегодняшний день стоимость одной детской витаминки, да, по подписке стоит 7 копеек, одной ложки, чайной ложки детской омеги 9 копеек, это то, что нужно каждый день. Соответственно, у нас получается 16 копеек в день, это стоимость здоровья ваших детей. И обратите внимание, сколько бы вы потратили, если бы вы решили вот эту вот часть, допустим, если вместо витаминки вы опять же добавили бы просто в виде еды или же заменили чайную ложку детской омеги 200 грамм лосося, сколько бы это стоило? Мы детям зачастую покупаем ненужные продукты в виде опять же каких-то конфет, каких-то жвачек, и они стоят гораздо дороже, чем витаминно-минеральный комплекс плюс омега-3. И я хочу напоследок сказать, что wellness продукты это профилактика, это не таблетки, это не медикаменты, это поддержание, профилактика и поддержание здоровья ваших детей. Это знаете, как зонтик во время дождя. Если вы не пьете, не даете своим детям данные комплексы, это то же самое, что отправить ребенка на улицу без зонтика. И вот пойдет дождь, и у него зонтика не будет, то есть он не будет защищен. Соответственно, когда вы отправите своего уже взрослого ребенка в свободное плавание, в взрослую жизнь, и до этого он не получал дополнительные витамины, минералы, не получал омега-3, это то же самое, что на всю его жизнь бы отправили его без зонтика. Если же он все это получал, то он всегда будет защищен, его организм всегда будет под защитой, и это будет стоить гораздо дешевле, нежели чем потом, может быть, когда приходится что-то лечить. и я хочу пожелать расти вашим деткам всегда здоровыми, показывайте правильно пример своим детям, конечно же, прививайте правильные привычки, и всегда и сами, и ваши дети будьте здоровы и счастливы. Все, всем пока-пока, и я передаю слово, я прощаюсь с вами, но передаю слово сейчас следующему спикеру, я с вами говорила о здоровье детей, а сейчас это категория продуктов, которая позволяет сохранить здоровье наших деток, а сейчас я передаю слово для еще более серьезной информации, сейчас будет вебинар именно презентация проекта нашего проекта, онлайн проекта территория роста, и конечно же, кому как ни мужчине говорить о деньгах, еще более серьезных вещах, поэтому передаю слово Дмитрию Городникову, с вами прощаюсь. Продолжение следует...